Сегодня на 28 июля 2015 года. Время уже в 8 часов утра. До завтрака вот наш брат Никита с ребятишками тащит осоку, чтобы делать шалаш. Вот они подходят. Наши валы. Сделаем шалаш. Подталкивать, подталкивать. Сидите, держите там. Я буду держать. Так, развязываем. Аня, не видите. Только крепче держим. Где она у нас? Ага, вот она. Вот эту вот надо, чтобы подальше не тянет. Ну-ка иди сюда, Никита. Вперёд, в расклад. Натяни там вверх. Вот так, давай. Здесь, здесь, здесь. Подсоеди там, отбуди. Отбуди. Сейчас опросим. Сегодня, наверное, 28-й уже. Сегодня, да, 28-й. Аккуратно. Давай. А вон туда, занеси. На территорию влаги. А, где мы его возьмем? На территорию? Внешем? А, да. Желание есть. Очень опасно закончить сегодня. Хотя бы, Вер. А торцы не можем, потому что у нас материалов нет. На. Тащи сюда. Тащи. Всё. Подходим, поднимаем. Давай. Ты сам стой в стороне. Опа. Поднимай. Помогайте, помогайте. И у нас. Поднимай. Паша. Всё, стоите. Они всё сразу опросили. Туда. Туда, давай, давай. Всё. Вперёд идите, вперёд. Сейчас снимаем, что остатки. На верёвку встали. Ваня. Паша. Верёвку поднимите сразу. Всё. Тележки возьмите и всё сравутся. Я же не сказал, что свар сравутся. Здесь всё и не уберёт. Заворачивайте сюда. Заворачивай, Нестор. Вот сюда, вот. Уважай. Положи, чтобы она не мешалась. Вообще, убрать её бы её желательно. Вот так положи. Всё. Кого ты делаешь? Со столбушка убери. Зачем ты положи, зачем ты козы стоят? Расстояние 6 метров. Там нет одного метра. Зачем туда всё? Ну, туда, в гараж. Да какой гараж, когда нам ехать сейчас? Какой же гараж? Когда мы не начинали работать, ещё не завтракали. Опусти. То есть, всё на выворот как-то делать, я понять не могу. Умышлено нет гараж. Ну, ты домой заходишь, когда попить, что машину в гараж ставишь, что ли? Когда знаешь, что тебе ехать. Да, это готово, это готово всё. Куртки, вот он. Угу. Любов Николаевна, ты где? Позови, брат. Ну-ка, видите, по второму, по четырёму здания. С каждым всегда быть, секунда какая-то. Вот один раз, чтобы позволили, и не раз. Стань, Таш, смотри, Никита. Чтобы вот эта вот стойка была в строй тебе, вот так ровно. И на будущее имей в виду это, чтобы босс ей не подсказывал. Мы не можем сформироваться с места. Где она? Так, снова ведите. Ведите все. Позовики сюда тащите. Мишенки, ведите за ней. Скажите, мы не можем завтракать, пока человека нет. Все зовите. Давай быстрее. Мы не можем завтракать, пока ничего не будет. Львов Николаевна, прибавь шагу. Не могу. Ну, колокол слышала или не слышала? Значит, колокол бьет, сразу все бегите не сюда, на кухню. Под руки, за ноги, на палатку и сюда тащите. Господи, слава тебе. Господи, благодарим тебя. Дивна милость твоя. Освяти дары, послаемые тобой славой истинной молитвой. Аминь. Так. Броси, иди сюда. Так. Вот стой, маленько. Подними, подними, подними. Чтобы ноги было видно. Посмотри. Ну, подними, подними. Двумя руками. Не оборачивайся, просто подними повыше. Вам видно ноги у ней? Видно, нет? И с этими ногами я... Она залезла вчера в постель. Как, нормально? Я дома ложился спать. У меня ноги вот, закрыты в сапогах. Все. У меня тазик под кроватью. У меня вообще ничего не попадает туда. И с этими ногами, вот она сверху, посмотри. Вот она. Она просто внырнула под простыни и все. Кончим работать ночью, пусть моет простыни. Так, кто вчера не мылся еще? Ноги не мыл. Выходи сюда. Понятно, что уже заложили все. Притом, где грязь есть, всегда стоит на горе, стирает лужу. Только отгоню опять. Свиная порода выросла. Почему? Родители. Только родители. Нормальная девчонка, в школе учится. Понятия не имеет. Все вещи разбросаны. Только соберут, только сложат. Ей надо одну вещь какую-то. Она все вот так вот, преступники, когда заходят в магазин, они не складывают вещи. Он раскидывает везде, ходит по сахару. Мешок вывалил муки. Почему он думает, где деньги скрыты? Может, в мешке с мукой. И по этой каше теперь он ходит. Ему нет. Ты уже преступница. Со своим телом так обращаешься. Мы закончили еще раз. Солнце было. Ну, все это были. Поужинали. Почему ты не помыл? Сиди сюда. Объясни, дай мне понять. Почему ты ноги не помыла? Я забыла. Что можно сказать на это? Она забыла. Что ты забыла? Ноги помыть. Да у тебя не просто ноги помыть. Ты вся грязная. Мы работали вчера в лагу. Носили камыш для шалаша. Что тут непонятно-то? Как можно забыть это, когда ты грязная? Вещи все время разбросаны. Почему не собираешь? У меня собраны вещи. Да какие собраны? У меня специально были Нина Александровна. Вот зайду, говорит, дроба там только поглажены, вещи сложила. Все. Когда, говорит, заходит, не знаю. Захожу, все разбросано вот так вот. Почему? А она искала платочек. Простыни, наволочки. Она все раскидала, и дальше по нему топчется и ходит. Нормально это? А зубы чистишь? Зачем они тебе, зубы, нужны? Это очень просто. Взяла там сладко во рту, она шевелит. А ноги помыть ты не можешь. Тебя в замужестве даже ночи не прожить. К утру тебя как вонючую выкинуть везде. Девушка должна благоухать. Она часто моется и другие вещи делает. Тебя это не приучили. Сама начинай учиться. У вас неблагополучно в семье. Поэтому ты начинай сама работать. Я уже сколько раз тебя на этом захватываю, толкую и не могу сказать. Так, сегодня прошу всех до одного проверять ее. Не отпускать, пока не помоется. То есть толстым слоем грязь. Ясно дело носим осок, укамыш. Тут даже спрашивать нечего. Вчера кто ноги мыл? Поднимите руки. Ноги, ноги. Вот кто мыл. Видишь как? Он у нее платье. Ходит в длинном платье. Пожалуйста, постирают. Беды никакой нет. Это совершенно нормально. Твоя сестра. Остановись. Притом я это что говорю. Тебе никакой разницы. Это вот так глазами водишь где-то. И все время какую-то рожу надо построить. Зачем ты это делаешь? У тебя нормальное лицо. Зрение ослабленное. Зачем ты начинаешь глаза строить? Ослепнешь совершенно. Я вам говорю, как жить надо. Жить. Он лагерь называется трудовой. Мы работаем. Работаем для себя. Нам интересно должно быть. Второй вопрос с Никитой. Сегодня мы уже вопрос... Не знаю как. Выйди сюда. Ну совершенно никак. Иди выпрямляй гвозди вчера. Он гвозди выпрямил. Дальше что с глазами делать-то? Ну а мы забиваем в это время. Прибиваем жерни. Что? Он гвозди приносит и в траве ставит их. Пошел дальше. А что? Ну а там рядом мазилка. Ну кто знает, что там гвозди. Их же не видно. Они ржавленные-то. Ну я поставил. Истами я поставил. Все, гвоздей нету ни одних. Я говорю, да ты бы положил посудину. Он пошел. Большие банки. Он нашел кружечку маленькую детскую. Гвоздь в три раза выше кружки. Ясно она прокидывается и кружка падает тоже. 26 лет. Нет вещи, которые доверил бы и он бы сделал. Вообще нет. Ни одной не нашел. Нигде. Нигде. Вот сюда подвози. Что? А зачем? Ну, встать, ввози рядом. Мы подняли, опрокинули. И туда как? Убил нету. Целая ваза так опрокидывает. Он это понял. Еще завтра опять то же самое. С ребятишками пошел. Тележка должна идти вот так, чтобы поверхность была ровная. Он поднимает вот так вот и идет. Я уже говорил, сколько было потеряно через... А так удобно. Ваня такой был длинный. Так удобно. Но все на полу, гвозди все ходили, с магнитом собирали. Было? Было. Все помнят. Это точно так же. Я догоняю на велосипеде. Остановись. Вот так опусти, неси. Так там ничего не лежит. Даже не бабеума никакой. Зачем тебе знает, лежит или не лежит? Ведро неси ровно. А не тогда, когда оно полно только. Ну, ровно, ровно, понимаешь? Ровно. Что непонятно-то? Нет. И идет вот так вот. С вихлястой походкой. И догнал. Ну, тележка-то, тележка пустая. Ты можете или нет? Ну, почему не идете? А эти за ним плетутся им такая-то и надо. Они наши руководители себе. Я говорю, вылазь в тележке. Я взял тележку, побежала с тележкой? Да. Побежал. А вы? А он за мной как шел, так и идет. Я гляжу уже далеко от меня, идете все. А я с тележкой бегу. 26 лет и 76. Разница есть? Полвека, полвека. Я вот теперь остановлю. Почему ты не побежал? Почему ты не побежал следом за мной? Не сказали мне бежать. Потому что не сказал я ему. Понимаете как? Коровы! Ну, давайте подойдем, попрившимся. Ну, вот и Лиза пошел. Прокучим доброе утро, Лиза. Доброе утро, Лиза. Вон, следи, сейчас ты красивый я там иду. Это Катя и Настя. Катя и Настя. Вот пошли они. Я считаю, вещик-то не вижу. Куда они идут? Вон они. А, вон они. Перед вид. Видишь как? Они приехали из Белова. Это ее двоюродные сестры. Она дочь Андрея, а старший сын у них Давид. Это дочери Давида. Так, уходим сюда. Здрасте. Доламывает наш кузлик. Я тебе не сказал, а с какой цели я залез в тележку, взял и побежал? С какой цели тогда я это взял? Ну, я прибежал туда, прибежал, без вас-то я ничего не сделаю. Надо носить, держать тележку, выносить камыш из лога. А ты идешь, плетешься, как до коров, еще дальше. С какой целью ты это сделал-то тебе? Зачем? Дальше уже ничего нет. Он тут еще маленько ляпнуть мог, раз я не сказал. И все, главное, не сказал. Гвозди поставил в траву, я ему не сказал. Правда я не сказал. Я разговариваю как с человеком, и человека-то передо мной никакого и нету. Я уже сегодня разговариваю с ним по полной программе. Ты приехал сюда, я тебя принял. Незнакомого, совершенно незнакомого. Я благодарил Бога. И сказал, испытательный срок год. Посмотрим, будешь жить ты или нет. Сегодня уже я вопрос ставлю о том, что на грань тебя ставлю. До осень не доживешь. Я думал, тебя ставлю, ты подзаработаешь, будешь пасти скотину, они идут в школу. Ну, как тебе доверить скотину-то? Ну, на скотину сказали, паси. Ты полтабуна в крапиве оставил, погнал. А что, а вы же не сказали, кто в крапиве выгонять? Правда не сказали. Скотина пошла на хлеб. Что не завернул? Ну, вы же не сказали, что в хлеб не пускать. То есть у тебя, ты совершенно даже до уровня дурака не дорос. Ну, разве это мысль? Любой ребенок знает. Я учил, как заворачивать, как правильно тебя уже ничему не хочу учить. Потому что вижу, ты топчешь это и начинает оговаривать, и уже грубить начинает. Тебе было похвально, что ты выслушивал. Вчера я с той стороны привязываю, чтобы ветер не раздул, жир. И сделал так, две петли, петелька на петельку. Дернул, одна секунда. Здесь сегодня развязывать сколько узлов? Восемь узлов завязал на веревочке. Сколько была ниточка кончилась, а то бы он 666 навязал бы. Зачем ты вязал столько узлов? Объясни. Когда два узла, это уже мертвое. Зачем ты восемь узлов завязал на ниточке? На этой, на веревочке, которая жир держит. Зачем? Ну, люди ждут ответ, а мы не можем сесть за стол. Зачем восемь узлов завязал? Крепко держалась. Крепко держалась. Скажи, нормально это? Восемь узлов, чтобы крепко. Ты где-то завязывал хоть раз восемь узлов? Нет. Ну, ты найди мне человека, который бы делал. А почему не десять? И кого держать-то? Она жирит, ну, своим весом почти держится. Ее сейчас убрали, и все. Она временна, только чтобы ветром не раздуло-то. Восемь. То есть ты узлы не знаешь даже. Что такое узлы? Как же ты где мог жить-то? Где? В школе учился. Сколько классов кончил? Ну, всего одиннадцать, девять классов там пропускаю. Ну, девять-то кончил. Ты дорогу в класс сам находил или за руку мать учил? Водила. На первую линейку сам пошел. Ну, так понятно. Значит, ты за мной не побежал. Зачем я встал в телегу и побежал? С какой я целью это сделал? Ну, показать, как бегать надо. Ну, а почему ты не побежал, если показать? Почему ты не побежал-то следом-то? За тобой, ребятишки, они еще дальше тебя отстали. Вот это наш видок. Какой Никита хороший, не торопился, да и мы никуда. Мы так и пойдем. Ну и пошли. То есть, дела тебе ни для какого дела нету совершенно. Косить вчера учил, сегодня литовку взять и махать. Ну, не может. Володя, давай с ним занимайся. Володя уже не косит, только им. Володя, какие у него недостатки? Почему он не может научиться косить? Поясни. Ну, много берет сразу. Много берет сразу. А первое время он брал две камышинки. Теперь много. И сколько раз он бьет? Много раз. Слово много примерно? Ну, шесть, пять. Ну, больше. Ну, может больше, там по-разному. А Володя три раза. Вот так вот камыш, да, да. Раз, второе с половиной отрезает, третий раз. А это шесть. Ну, вот, допустим, я говорю, ты встань сзади его, учись, смотри. Володя стоит на край камыша, сколько захватывает, примерно 20 сантиметров. Почему ты не подошел сзади, не посмотрел? Он раз за разом показывает, и ты сразу становишься, вот так вот, камыш на стороне. И он сколько литровка захватывает, а на две камышинки, он дальше ее пригнул, дальше и идет. Кого ты прокормишь-то? Почему ты за ним следом не стал и не сказал? Володя, покажи как. Вот есть такие рисунки старинные. Мальчику шесть лет, и отец сзади стоит, руки его держит и учит. Нас рассказывает, мне, говорит, было шесть лет, она, Мария Ирландовна. Не искажай лицо. Мне было шесть лет, мне небольшую косу сделали. Отец меня учил, и я сама уже косила. В шесть лет, не в двадцать и шесть. Он тебе раз за разом показывает, и ты все равно, ну, подойди сзади. Это Володя стоит. Володя, стой, смотри. Вот где Володя стоит, край, сколько он захватывает камыша, 20-30 сантиметров. Почему ты сам не подошел, не посмотрел? Ну, я же не сказал. Теперь смотри, сколько летов, как он на вытянутую руку, сколько захватывает, сколько раз бьет. Ну, все я тебе рассказал уже. Почему ты его не спрашивал? И сколько раз он ударяет, чтобы прокосить? На сколько захватывает? Почему? То есть не учишься, тебе это не надо, противопоказано. Интеллектом лицо не испорчено. Я сколько сегодня времени на тебя потратил, вообще. Ну, смотри, когда я тащу косу, как она тощится, посмотри как. Гвоздь вытащить, не знаю, кто так вот. Вот стоит тюкает, 20-30 раз в один гвоздик тюкает, да, раз так вытаскивает. Ты его сначала выпрями, он кривой. А после этого, посмотри, как его, зажми, стукни, чтобы он маленький. Дальше выдергу, вчера зачем сломал? Вот так разговаривал Филипп Филиппович с Шариком. А вчера к кухарке зачем приставал? На кухне зачем спал? Сладко, хорошо пахнет. Но разговариваю ты с тобой уже на каком уровне-то? Я уже опасаюсь тебя. В один из моментов, когда говорю, ты обозлишься. Это только сегодня до завтрака, сколько я потратил на тебя время. Сколько раз ты ему показывал сегодня, как косить? Ну, больше пяти. Это больше пяти, когда ты остановил его. Да за это время, а там всего ничего нет. Косать, косу ты не сделаешь, ручку не сделаешь. Вот только маши, больше пяти раз не может. Одиннадцать классов. Ну какие классы-то тут? Высота какая понятная. Смотри, он берет где. Берет примерно 20 сантиметров, не захватывая самый низ. Кочка стоит, старайся не воткнуть в нее. Боязно давать коса-то, коса не моя, батюшкина. Ты будешь правильно косить или не будешь? Буду. Я тебя просто отстраню от работы, без еды отправлю домой. Лежи и спи, чтобы ты не мельтешился под ногами. Да человек, каждое ремесло старается научиться. Считаешь, говорит, я смотрел, как шьют сапоги. Старался научиться. Пекут хлеб, я, говорит, на кухне старался научиться. А когда его сослали, ссылку-то в ГУЛАГ, он везде нужен. Сапожник нужен, а он прекрасные сапоги. Ему дополнительно дают что-то, даже зелень, лук давали, говорит. Стал печь хлебы. Его в армию не берут, он кулацкий сын. А тут за него похода тайствовали. И команду еще к себе приблизил. Хлебы удивительные печет. Ну кто тебя возьмет? Витя Усавченко возьмет, Володя возьмут. Он уже здесь научился хлебы все печь. У меня был парнишка один такой. Приехал, а у него две двоюродные сестры, наверное, были здесь. Девчонки такие, ну никакие. А он главный архитектор в городе. Они домой, домой, домой. Приехали, за колеса хватаются домой ехать. Я его встречал, говорю, ну и какие они сейчас? Да две жирные свиньи выросли. В жирную свинью превратишься. Это очень легко делается. Я уж не называю ни фамилии, ничего. И вот привезли они этого племянника. Он с матерью приехал. И он везде у меня побыл. Он говорит, везде там хришнаиты еще-то с буддистами. А пацан-то лет 14, везде. Везде всякую пака где-то. Ну, что побыл, говорит, нет, ягоды были. Нет, я не останусь здесь. Мам, домой поехали. Я его повел строить, строил где сваречник. Андрей Дробот строил. Материал мой, а Андрей строил. Я ему заплатил за работу потом. И он подошел ко мне. А можно я к нему пойду? Я хочу научиться строить. Да разве ты так будешь делать? Зачем тебе это нужно? У тебя готовые дома. Протекает. Квартира. Это дьявол так делает. Он душу не жалеет. Аркоман убил, другого залез. А Бог, Бог это хозяин. Он сотворил человека. Я его взял в лагерь. За лето была выдана самая лучшая характеристика. Какую работу не начну делать в арене, он на кухне. А может я с ними буду? Стали еще делать что-то там у него. Встекление. А может я здесь буду? И он везде помогал в полную силу. Он поехал осенью другой человек. Телефон! Понятно? Я глухой, слепой и немой. Доехал? Все, мы кроем сейчас шалаш. В лагу косим камыш. Слышно, нет? Все, отошел. Доехал Михаил Кальмайов. Он видеокамеру свою забыл. А где? Вон на кухне лежит. Да, он все равно мало снимает. Пусть полежит, она отдохнет. Сейчас позвонит. Меня пробивает. Я не знаю, где еще ее хранить. Было здесь, я часто почувствовал боль. Потому что здесь полегче. Но я не знаю, куда, где хранить. У меня здесь. У меня вот тут. Я положу сейчас, зазвонит. Я там вообще не услышу. Вам надо крик записать нас на телефон. Так, ты понял, нет? Понял. Вот я рассказываю про одного мальчика, который был в лагере. Повтори, что я про него рассказал? Ну, был у кришнаитов, всем интересовался, непослушный. 14 лет Андрей. Строили дом с куречника, он там очень интересовался всем делом. Получил лучшую характеристику из-за лета. Еще что. Он всему хотел научиться. Всему. На кухне, значит, он просился на кухне. Стряпать в начале он тоже сюда лез. До того, что пацаненок был. Понял? Нет. Везде учиться. Он сам просился. А ты нет. Он, Володя Костя, ты глянул бы сбоку, подошел. Как руку держать. Ты его сразу руку вывернул. Сегодня я тебе, ты взял руку, так, пусти руки, снова возьмись. Тут только два. Так держится, это так. Вот, все. Ты сразу перевращаешь руку. У тебя все на выверт. Ты сам-то не учишься. Ты рассказать рассказал себе, почему это не берешь. Я не пойму, а там еще труба-то закрыта. А как вы топите там? Из русской пищи-то. Она не закрыта. А? Она не закрыта. Ну, как не закрыта. Да, по-моему, там... Она прикрыта просто немного, и все. Как не прикрыта? Прикрыта, прикрыта она. О, братья, а зачем она там? Не знаю. Я сколько знаю, она... Как она на полную должна выходить? Это значит, или Виктор, или кто положил, я не знаю. Ну, зато нас, наверное, закрывали. Может быть. И так они убрали все лето, топились закрытой трубой. Вот тоже. Так, садимся за стол. Коточки. Да. Довольно. Куда перчатки? Ну, что? А куда перчатки? Не знаю. Держи себе. Положи. Пойдешь, возьмешь. Вечером сдашь. Вечером все рукавички, перчатки сдать, Володя. Я в кармане вашего никогда не спрашиваю. У вас кармана включена. Так, нас осталось мало. Совершенно мало. Не нахуй. Поднимай всегда платок. На стол. Поднимай его выше. На глаза лезет. Пошел. Пошел воду подавать. Пошел воду подавать. Так, сейчас вода будет? Да, да, да. Дай тебе ложки-то сначала. Сейчас я вашу ложку дам. Поднимай. Все, передавай. Все, садись, Володя. Угу. Все у нас полно. Все есть. Только работай. Друзись. Благодаря Богу.